здравствуйте друзья мои меня зовут Андрей Гой и вы на канале авантюра плюс всем привет когда я последний раз был на рыбалке я думал что уже на рыбалку на открытой воде я не выйду потому что были заморозки уже начинался снег и я так думал что это моя заключительная рыбалка по открытой воде но погода преподносит нам сюрпризы и в этот раз сюрприз это довольно теплая погода сейчас плюс 8 градусов днем обещают до плюс 10 слабый ветер такая довольно комфортная погода для рыбалки поэтому я решил все-таки еще раз съездить и попробовать половить на фидер на озеро так что смотрите я думаю будет интересно я опять на озере петровском сегодня буду ловить немножко по другой схеме я сегодня буду ловить на 2 фидера на разных дистанциях подальше и покороче дистанция и с разной длиной поводков попробую поэкспериментировать на что отзовется рыба сейчас я раскладываюсь собираю снасти и начну рыбачить а само местечко вот такое красивое смотрите чем я буду кормить сегодня рыбу вы видите это прикормка премиум подсекайка лещ темная это наживка опарыш белый опарыш красный и мотыль соответственно и белого и красного опарыша и мотыля я буду использовать как добавку в прикормку одевая парочку белых опарышей набираю кормушку забивая прикормку и первый заброс и и и и и и и и и Подтягиваю леску. Кормушка на дне, начну собирать вторую удочку. Одел двух красных опорышей, набираю кормушку и забрасываю вторую удочку. Продолжение следует... Друзья, вот я уже полностью разложился и начал рыбачить. Расскажу о том, в каких местах я рыбачил. На левой удочке у меня фидерная оснастка инлайн, поводок метр, леска 0,12, крючок 16, оунер. Расстояние до точки ловли метров около 30-35. На правой удочке расстояние до точки ловли метров 25, там начинается ракушка. Поводок сделал покороче, там около 30 см поводок и крючок 0,12, оунер. На правой удочке у меня стоит сейчас два опарыша красных, на левой один опарыш красный. Пока поклевка была только при падении вот на левой удочке на дальней дистанции одна, но я только начал буквально вот кормить и ловить, поэтому я жду, что рыба подойдет через некоторое время и будет клевать. А пока смотрим, друзья. Покрошил ножницами опарышей, вот такие будут кашиться, добавка в прикормку, сейчас буду добавлять. Только забросил удочку с мотылем и сразу поклевки. Интересно, кто это? На опарыша до этого не было ни одной поклевки. Так, нет никого, но мотыль подерган, это хорошо, это значит, что мотыль востребован у рыбы сегодня. Так. Повторяем. Играет музыка. Играет музыка. Поклевка, хорошенькая поклевочка, кто-то и на этой удочке нашел мотыля. Какая-то рыбка вроде бы есть, да, небольшая, но и есть. О, Клатва, первая рыбина сегодня. Красавица, беру. Ой, сразу поклевка на второй удочке, кто-то там хорошо так подергал, ну-ка. Да, и такими темпами не придется переходить на лужу одной удочкой, а то беля, наверное, не получится. Сопротивляется рыбке, кто-то у нас, кто-то у нас, кто-то у нас, тоже Платва, довольно неплохая, так, вот какая красавица еще одна, берем, Пока я вижу, что и поводок 30 сантиметров, что и поводок метровый, работают одинаково, и там и там поклевки видны. Ветерок дует, но он такой, то дует, то стихает, но не особо сильный, мне не мешает. Рябь небольшая на воде, не волны, а просто рябь. О, какая поклевка сильная. Что-то есть на крючке. Сейчас будем смотреть, сопротивляется. О, рыбка. Окунь, это окунь, друзья. Как он не откусил. О, их заглотил далеко-далеко. Будем спасать. Смотрите, друзья, какой окунь красивый. Все, возьму его тоже. Рыба играет на поверхности, наверное. Окунь охотится, мальков гоняет. Красота, тишина. Надо, наверное, перебросить. Да, мотыль в такое время года очень выручает. На опарышей поклевок не было. Но на мотыля сразу, буквально после заброса, пошли поклевки. Да, в такую погоду чай с травами. Зеленый чай очень вкусный. Еще и с бутербродом. Вообще замечательно. Осень уже, октябрь, конец октября. Ну вот, все-таки природа нам подарила несколько теплых дней. Посмотрим. Может, у нас опять и зима будет, как в прошлом году. То оттепель, то тепло. Потому что льда в прошлом году практически не было. Очень теплая была зима. Посмотрим, что будет в этом году. Вот это подтяжка была. Ну, никого. Ну, хорошо. Это была хорошая уже подтяжка. Красивая от рыбы. Красивая. Так. Да, крючок пустой. Цепляем новых мотыликов. Клев. Клев немного поутих. И вот не знаю, или эта рыба отдыхает, или это подошла другая рыба, которая побольше и прогнала плотву. Так, попробую я сюда еще в кашку добавить. И немножко мотыли. Для сока, для аромата рыбки. Так, кто-то прицепился ко мне. Поклевок я не видел, но это оказался ёрш. Ну, так тихо там сидел. Вообще не видно было. Да, ёрш небольшой. Ветер стих, вообще очень комфортная погода, красота. Тихо, просто замечательно. Так, переброшу удочку. О, на ней уже сидит ёрш. Маленький-маленький. О, опять. Поклевки не видел, ёршик есть. Вот это поклёвочка была. Кто-то хорошо дернул. Думал, что зацепили леску. Друзья мои, сначала хочу поделиться с вами окружающей красотой, а потом уже подведу итоги рыбалки. Смотрите. Тишина. Времень около пяти часов вечера. Ветра практически нет. Довольно тепло. Вот в такой красоте я сегодня рыбачил. Что сказать могу по рыбалке. Когда я приехал, начал пробовать разные насадки, в итоге был фаворитом мотыль. Но он так и остался фаворитом. Поклевки были только на мотыля. Опарыш белый, опарыш красный я попробовал. Но результата не было. Клевало первые часа два-три. Потом где-то был час перерыв. И последний час было несколько поклёвок буквально. И в основном ерши, ерши. Поэтому я решил, что уже пора заканчивать рыбалку. В принципе, на ужин я наловил. Не то чтобы на ужин, а как хорошее дополнение к ужину. Пойдём посмотрим. Рыбки четыре, три плотвички, один окунь. Как я и говорил, это не основная еда на ужин, а так хорошее дополнение. Так что заканчиваю я рыбалку. Уже опасаюсь говорить, что это заключительная рыбалка. Потому что не знаю, какие сюрпризы ещё преподнесёт погода. Возможно, что я ещё приеду на рыбалку. Посмотрим. Всё будет зависеть от погоды, от температуры. От того, что я увижу ещё в ютубе. Кто как ловит. Так что... А сегодня вот такая вот у меня была рыбалка. Друзья, подписывайтесь. Кто ещё не подписался. Смотрите мои видео. Я буду рад выкладывать новые видео вам. Рад буду вашим оценкам. Положительным, отрицательным. Буду смотреть свои ошибки. Исправлять их. И улучшать то, что делаю. Вот такая вот у меня сегодня была рыбалка. Всего доброго. Встретимся с вами опять на рыбалке. Не знаю когда. Может скоро. Может не скоро. Надеюсь, что всё-таки скоро. Всего доброго. Пока. Пока. Пока.